здравствуйте леди и джентльмены игры кончились настало время серьезного железа я подготовил для вас целую серию видео по двигателю арки flex но буду выдавать порциями по разделам чтобы у вас не случился инженерно-технический передоз старые добрые аналоговые движки все также прекрасный мощный и надежный но прогресс неминуем в классическом dvs распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала через серию паразитных шестерен распредвал управляет всем прыском топлива открытием и закрытием выпускного клапана пуском и реверсом и если нужно заиметь что-то посложнее например систему вид чтобы на разных оборотах иметь примерно одинаковая pz приходится городить сложности на серии rta например устанавливались блочные клапаны тнвд управляемые двумя топливными рейками теперь посмотрим чем нас порадует flex тут нет классического распредвала он просто не нужен через паразитные шестерни получает привод supply юнит сердце двигателя supply юнит является источником топлива и масло высокого давления топлива нагнетается в common rail откуда при помощи айси ю направляется к форсункам айси ю это блок соленоидных клапанов и устройством волюметрического контроля расходуемого топлива в одном корпусе для контроля выпускным клапаном предусмотрен весе ю это клапанный блок что направляет масло высокого давления в гидроцилиндра выпускного клапана клапан управляется гидравликой как и раньше но теперь контролируется соленоидными клапанами пусковой клапан теперь тоже соленоидами управляется а не пусковым дистрибьютором как в ламповых версиях зульцер цилиндровая смазка это вообще отдельный разговор обособлена стоящая бустерная станция клапанные блоки и си эль дистрибьюторы и по 10 типов на втулку сипы это такие инжекторы цилиндровой смазки конструкционно очень напоминают топливную форсунку много новых терминов начинай записывать братишка на торце двигателя в аккурат за демпером крутильных колебаний располагается внимание касс крэнк-энгл сенсор ультимативно необходимая вещь дает движку понять в каком положении находится коленвал такие двигатели версии полный жир оснащены еще и пи и май сенсорами что снимают давление в цилиндре в режиме реального времени даваясь теме контроля и оператором достаточно широкую картину для понимания процессов происходящих в цилиндрах все что я перечислил и естественно не может работать разрозненно во главе всего этого железа стоит внимание не любители англицизмов векс версила engine control system без англицизмов здесь не обойтись так как некоторые термины отсутствует нахрен в отечественном двигателестроении как собственно и сама технология двигатель автомобиля юрал next с его команд рейловской системой не в счет не сравнивайте пальчиковую батарейку с ядерным реактором звучит как-то сложно выглядит все гораздо проще вот supply и unit вот айси ю вот виси ю касс работают в паре и си эль станциях зачем все так усложнять для чего все это это сложно это дорого и требует очень специфической квалификации обслуживающего персонала а вот почему 2021 год на дворе нас со всех сторон зажимают зеленые твердят что более 90 процентов мирового грузооборота что приходится на торговый флот сильно вредит окружающей среде топлива какого-то фаласа дорожает год от года несмотря на то что цена на сырье сильно упала артифлекс с хирургической точностью позволяет регулировать объем и фазы топливоподачи очень точно оперировать выпускным клапаном совершать пуск и реверс последовательностью на ли и единиц не ворочая многотонными железяками три форсунки могут работать по одной по две или по три сразу при условии что давление впрыска постоянно от начала и до конца подачи как результат гарантированные пуск и реверс и бездымная работа на любых оборотах зеленые довольны электроника позволяет приблизить рабочий цикл к наиболее эффективным топлива расходуется более рационально цилиндровая смазка может подаваться аккуратненько между первым и вторыми кольцами прям как в учебниках расход масла ниже 0,63 грамма на киловатт в час механизмы живут при этом дольше в общем и целом двигатель крут но не идеален вот вам аксиома чем сложнее механизм тем проще вывести его из строя если раньше движок нельзя было запустить если он представлял из себя груду искореженного металла то теперь протекший электролитический candy и перетертый проводок или фантом глюк в программном обеспечении превращает высокотехнологичный двигатель в памятник в связи с возрастающей электрификации современных механизмов возрастает необходимость иметь на борту высококвалифицированного электромеханика в связи с этим категорически рекомендую периодически посещать канал хитрый и дмитрий и слушать откуда у искричества ноги растут ссылка на его канал обязательно будет в описании интересная тема подписка лайк коммент и в следующем видео я по полочкам разложу топливную систему увидимся ребят а